всем привет сегодня у нас будет не видео обзор а показ полного боя моего коллеги по работе леандра бёнигера против вот да именно вот этого человека которого сейчас видите на экране против китайца и лонга по прозвищу шаолинский монах мне изначально вот идет лево выходит лево скажем так на арену мне изначально было интересно самому увидеть весь поединок после того когда я разговаривал с лео когда он давал интервью для моего канала по поводу своих тренировок по поводу именно занятий силовой подготовки и мы затронули с ним тогда тему вот этого вот поединка я не хочу ничего плохого говорить про этого китайца но он действительно можно сказать безбашенный лео вы сами потом увидите в начале поединка и в процессе всего поединка как лео получал от этого китайца удары ногами у него действительно очень мощные удары у него действительно сильная техника ударная и лео мне рассказывал что после поединка у него потом все бока были блин просто черно-синего цвета и так давайте смотреть поединок сейчас у нас начинается бой сразу же сразу же с первых секунд поединка ну вы увидите как инициативу боя берет на себя и лонг он начинает действительно с первых секунд хорошо молотить но помимо того что у него хорошая техника у него есть еще как у каждого бойца своя собственная тактика ведения боя в данном случае когда начинается бой лео отхватывает от и лонга несколько грязных ударов то есть с перехватом ноги с толчком с подсечкой что делать кстати нельзя и лонг этим занимается для того чтобы вывести человека из себя на агрессию чтобы человек просто напросто потерял контроль своим ударом потерял контроль над собой и таким образом проиграл вот пожалуйста бросок за этот бросок у и лонга сняли пункты хочу сразу сказать судили и лонга четыре судьи вернее и лео и и лонга четыре судьи ну как по правилам и один из этих судей был земляк и лонга то есть так же как и он китаец и в конце поединка этот же китаец отдал предпочтение леандеру беннегеру вот пожалуйста второй раз и лонг перехватывает лево за ногу и бросает его на ринг естественно это ну как вам сказать можно назвать грязной техникой можно грязным поединком а можно сказать типа издержки боя где человек ориентированный на совершенно другую бойцовскую технику чисто случайно применил один или другой прием с подсечкой с броском противника но из-за вот эту подсечку которую когда он перехватил за ногу лево и бросил его на ринг у него тоже сняли пункты честно сказать мне самому интересно было смотреть этот бой и анализировать то как иногда ведет себя грязно вот этот вот человек по имени и лонг бой проходил в гамбурге в 2015 году и когда я разговаривал с лео по поводу по именно по результатам этого поединка он рассказывал что да и лонг проиграл по пунктам он конечно после после боя ничего не сказал он был немножко расстроен тем что по моему там на 6 или на 8 пунктов у него было меньше за этот поединок чем у лео но лео предложил ему если тот желает провести матч реванш если вдруг у него возникнет такое желание восстановиться допустим в своем имени и лонг он лео ждал полгода ответа от и лонга и так до сих пор вернее тогда не получил этот ответ ну и до сих пор нет никакого ответа от этого человека вот уже спустя скажем так девять лет после этого поединка и что я хотел еще сказать вот интересное по этому и лонгу на различных форумах допустим на фейсбуке в разных группах по боевым искусствам кстати здесь вот секундочку здесь уже видно что и лонг расквасил нос лео а вот сейчас закончился первый раунд и нам показывают моменты лучшие моменты первого раунда где лео падает на ринг и лонг его бросает один раз бросает второй раз он сейчас он захватил за ногу и подбросил его это делать нельзя первый бросок тоже делать было нельзя но он можно сказать сделал это случайно не обдуманно скажем так так вот возвращаясь к теме форумов по боевым искусствам на фейсбуке я несколько раз в различных группах когда тема заходила за боевую технику и лонга затрагивал этот боевой затрагивал этот поединок между и лонгом и лиандером бёнигером и говорил что вернее писал комментарии под этой под этими темами что вот мой коллега по работе леандер бёнигер в 2015 году одержал полную победу над и лонгом предложил ему матч реванш но и лонг до сих пор не ответил ни да ни нет то есть он понял что с этим лео легко победу не одержать даже если ты ведешь грязный поединок как вот в некоторых моментах здесь вот вы тоже видите во втором во втором раунде он тоже попытался сбить этого лео и мой комментарий просто напросто модераторами этих групп уничтожался уничтожался по какой причине люди не хотят чтобы авторитет их человека вот это вот не идеала но их кумира был хоть как-то подмочен то есть если они считают что и лонг непобедимый шаолинский монах значит он должен быть непобедимым всегда они будут везде рассказывать только о его победах они будут умалчивать о поражениях вот сейчас опять минус пункт и они не будут соглашаться с тем что у него допустим было как вот в этом поединке поражение они ревностно следят за тем чтобы авторитет их кумира был непререкаемым был нерушимым ну да бог с ними я несколько раз пытался им доказать не не доказать я просто писал свои комментарии мои комментарии потом уничтожались модераторами и фейсбук мне писал что ваш комментарий был уничтожен потом была подана жалоба на за нарушение правил сообщества но мы никакого нарушения в правилах сообщества не нашли но а если вы хотите восстановить свой комментарий вы должны разговаривать с модераторами вот этих вот групп думаю дойдите вы нафиг с вами разговаривать давайте лучше смотреть этот поединок и обсуждать этот бой уже к концу второго раунда лео начинает вести себя точно так же как и лонг то есть почему если одному можно вести грязную игру то первый не имеет права на ответку здесь лео я не знаю здесь он споткнулся и упал но и лонг вовремя остановился хотя мог бы и добить скажем так мог бы добить но не сделал этого хотя тут можно сказать вот вот пожалуйста видите вот он его сбивает опять сбивает у него действительно у него очень мощная ударная техника ног у этого и лонга нужно отдать ему должное сейчас нам будут показывать лучшие моменты вот это второго раунда по второму раунду у и лонга тоже сняли несколько пунктов вот это это действительно это ужасно это ужасный удар коленом в бочину вот лево споткнулся сейчас он и лонг будет его сбивать нет ну-ка посмотрим давайте внимательно смотреть в повторе будут ли они нам показывать это ли нет но у лево уже нос разбитый под конец под конец первого раунда у лево нос уже был разбит а у и лонга ну действительно вот как каменная голова да сколько ударов он получает головой и ничего и не царапины не 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 кровинки нифига ладно смотрим дальше итак сейчас начнется третий раунд это уже будет решающий последний раунд но так как я вам уже вначале сказал что и лонг проиграл по пунктам то вы уже естественно исход боя знаете кто одержит победу но тем не менее я предлагаю вам все-таки досмотреть это до конца и потом вы увидите лицо и лонга после того когда все четыре судьи единогласно отдали победу леандеру бёнигеру вот здесь просто лево уже пошел вперед начал молотить как боксер очень редко вставляя удары ногами в работу в основном он сейчас будет работать только руками для того чтобы вывести из равновесия вот это вот китайского монаха в следующем выпуске когда этот выйдет в эфир следующем выпуске я вам покажу более свежий бой лео бой проходил в мае прошлого года это устраивали спонсоры федерации спонсоры клуба в котором тренируется лео и против лео выходил претендент то есть человек от занимавшийся несколько лет муай тайм и решивший встать на профессиональную ногу он был претендентом вышел против лео но к сожалению он проиграл хотя может быть и к счастью он проиграл знаете вот если есть поклонники того человека туда к сожалению но со своей стороны я скажу что все таки действительно я болел за лео потому что бой что этот с китайцем что следующий который будет вам показаны действительно интересные действительно захватывающие вот пожалуйста опять минус пункты за бросок на ринг и вот у нас и лонг просто на просто просто напросто уже начинает терять терпение он начинает совершать ошибки он совершает ошибки в результате которых лео пробивает ему некоторые удары очень хорошо в лоб блин в лоб в нос но что меня поражает сколько ударов я уже повторяюсь сколько ударов и лонг пропустил по и по его лицу не скажешь что он схватил несколько хороших мощных ударов в нос от лео а вот по лео да мало того что лео я его спрашивал несколько раз скажи мне у тебя ведь зрение плохое ты ходишь в очках как ты дерешься на ринге если у тебя зрение плохое это ягод линзы вставляю рыблин мужик ну блин линзы то выпадает бывало такое что я теряю говорит линзы они вылетают говорит но ничего это того стоит я вот просто не понимаю как это может стоить того чтобы вот так вот портить свое зрение хотя ну каждому свое лео нравится этот спорт он занимается этим действительно на профессиональной основе и получает от этого удовольствие вот смотрите уже идут можно сказать последние секунды боя все оба подымают руки каждый считает себя победителем и вот сейчас у нас будет офигительный момент когда будут говорить рефери решение судей по исходу этого поединка и лонг просто уверен что он выиграл он считает что он выиграл потому что не несмотря на то что он в нескольких моментах применял против лео действительно грязную тактику ведения боя но судьи как я уже сказал в начале все четыре судьи и в том числе китаец отдали предпочтение лео и он заработал эту победу именно по пунктам и так смотрим внимательно смотрим сейчас будут оглашать вердикт но молодец и лонг хорошо посмотрите лицо лео есть лео выиграл а теперь смотрим покажут нам сейчас лицо и лонг или нет в любом случае лично мне этот бой понравился я я надеюсь что вам тоже этот бой понравится после того когда вы посмотрите потому что целиком и полностью этот поединок из нас никто не видел в следующем выпуске мы с вами рассмотрим поединок лиандера против румынского претендента который решил стать на профессиональную ногу в муай тай но он проиграл лео лео доказал что он все еще действующий чемпион европы четырехкратный чемпион европы хоть и бывший чемпион мира по муай тай не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и будьте нам здоровы занимайтесь спортом и будет вам счастье всем удачи пока